Во-первых, это президентский форум. Вы правильно сказали, это международный масштаб. Еще две недели назад подтвердились четыре президента. Я думаю, ближе к форуму мы можем еще получить парочку президентов. Форумы сопровождаются федеральными деньгами, которые можно вкладывать в инфраструктуру. Можно построить здания, можно сделать ремонты, можно обновить конференц-залы, можно обновить гостиницы. За проведение таких форумов борются все регионы. И для нас это очень большая удача, что арктический форум будет идти у нас. Мы боролись за то, чтобы Архангельс был еще раз хозяином этого форума «Арктика. Территория диалога». Форум, который привлекает, интерес к нему огромный не только ученых, но и политиков, и бизнесменов. И, естественно, Архангельс должен показать, на что он способен. Область и инвестиции – это очень самое главное, которые придут для разработки структуры. Отсюда рабочие места, отсюда бюджет области. Два дня, которые будут проходить, большая тематика, много вопросов поднимается. Участвуют ведущие специалисты и политики. В том числе планируется участие президента Финляндии, с которого Архангельска, с этой страной есть свои отношения. Президент Исвандии. Ну, в общем, большой политический форум, который привлекает внимание. В любом случае, возможность собрать на площадке региональной большое количество руководителей федерального уровня, да еще и во главе с президентом Российской Федерации, это само по себе дает дополнительный стимул к развитию региона. То есть, те люди, те руководители, которые прибудут к нам в регион, они будут иметь возможность пообщаться с нашими региональными министрами. Они смогут вникнуть более глубоко в те проблемы, которые стоят перед регионом. Они могут выдвинуть какие-то предложения, чтобы разрешить те проблемные узлы, которые у нас есть. Это площадка, которая позволяет встретиться, что называется, на полях этого форума различным руководителям, судить наши внутренние проблемы. И не только проблемы Арктики в целом, но и региональные проблемы. Кроме всего прочего, если говорить конкретно о Белкоморье и Глубководном порту, безусловно, проекты один и другой двигался бы и без форума. Но в данном случае мы имеем вполне конкретную точку дедлайна, к которой мы должны подготовиться. Естественно, это нас подстегивает. Естественно, мы движемся более быстро, понимая, что на площадках форума это будет наиболее удачная площадка, где будут практически все заинтересованные лица в этом проекте, от которых зависит в конечном счете принятие решения. И естественно, что мы не можем не использовать эту площадку для того, чтобы не выйти на нее с теми материалами, которые мы готовим, и быть максимально убедительными в общении с нашими контрагентами. Такой проект, это глобальный проект, который останется действительно на века. Извините, Николаевская железная дорога, ныне Октябрьская, мы до сих пор ей пользуемся и по ней ездим. Это те вещи, которые не проходящие, остаются для страны на века.